Всем привет! Вы на канале Direct Mobile и в этом ролике мы с вами поговорим о том, стоит ли покупать себе дорогие флагманы имеется в виду iPhone X, Galaxy S9, возможно какие-то другие смартфоны в достаточно высоком ценовом диапазоне или же в данных реалиях в нынешнее время спокойно можно пользоваться устройством, цена которого не превышает там условные 25 тысяч рублей, может быть даже 30, кому как. Почему я решил записать этот ролик? Потому что существует очень много людей, которые не понимают в принципе зачем покупать допустим тот же 10 iPhone, если можно спокойно взять там 6s, 6рку, да, это если говоря про iPhone. И в случае с Android-телефонами зачем покупать Galaxy S9, если есть классные устройства от Xiaomi, есть классные смартфоны от Meizu, например там Meizu M6s или Xiaomi Mi A1, который на голом Android и при этом всем очень здорово работает. Имеет также двойную камеру, как у многих флагманов в лице там iPhone 7, 8 Plus и тот же X. И вот многие люди в принципе не понимают чем они вообще отличаются, зачем переплачивать. Сейчас я вам постепенно все расскажу. Во-первых, дороговизна смартфона складывается из нескольких составляющих. Если у нас X iPhone стоит дорого, это не значит, что Apple решила там просто заработать кучу бабла. В стоимость устройства входят также разработки программного обеспечения, какое-то проектирование комплектующих, там инженеров надо заплатить. Обязательно Джонни Айву, который их рисует. И в целом небольшая еще рекламная какая-то компания. Все это входит в стоимость устройства. Там iPhone X, где-то я читал, что он не превышает особо там 250 долларов себестоимости, имеется в виду в его сборке. Извините. Так вот, если мы говорим про Galaxy S9, то там на ценочке немного больше, потому что Samsung тратит на рекламу просто колоссальное количество бабла. У них по смартфону рекламируются там огромными плакатами на зданиях, где только везде реклама Samsung, даже в каких-нибудь странных ларьках. Вот. И нужно прекрасно понимать, что смартфон, он стоит дорого, потому что в него вложены не только производственные какие-то затраты, но еще и реклама, там маркетинг, какой-то пиар, не знаю, вот это вот все, это в совокупности приносит какие-то большие такие суммы. А если говоря еще и про Россию, то стоит учитывать, что 999 долларов за iPhone X в Америке, это ни хрена не 58 тысяч рублей в России, если говорить по курсу, это налоги, это какая-то там еще наценка от ритейлера, и, в общем-то, вот так вот складывается стоимость. И сейчас мы именно разберем, чем у нас, в принципе, отличаются, почему можно, в принципе, не покупать смартфон высокого ценового диапазона. И давайте приступим к самому, наверное, главному. Это камера в смартфонах, она сейчас очень важна, и большинство людей выбирают себе гаджет именно по камере. На самом деле, здесь есть две стороны медали. С одной стороны, смартфон, который очень дорогой, он будет фотографировать отлично, потому что там и мощный процессор, и мощное ядро, которое обрабатывает изображение. Там намного качественнее объектив и линзы, намного лучше матрица стоит. Даже если мы берем какой-нибудь средний смартфончик, и у него стоит там Sony какой-нибудь IMX 370 и какой-нибудь флагман, да, они фотографируют абсолютно по-разному, потому что разные линзы, разная обработка, разный подход к софту, чтобы обрабатывать эти фотографии. И здесь нужно понимать, для чего вам нужен этот смартфон, что вы хотите фотографировать. Потому что, в принципе, для очень хорошей фотографии подойдет iPhone SE, который стоит там, условно, 20 тысяч рублей. Он фотографирует офигительно, он фотографирует намного лучше, чем какой-нибудь Xiaomi Mi A1 по официальной российской цене, там, в 17-18 тысяч. И это отличный вариант на сегодняшний день. Но если вам, в принципе, не сильно-то и важно, вы можете спокойно себе покупать смартфон, который стоит дешевле. Те же Samsung A-серии, которые выпускаются, можно даже с 2017 года A3, A5, A7 рассматривать. Они фотографируют отлично. Для большинства сценариев вам подойдет эта камера. Если же вы мобильный фотограф, и вам нужно максимально, извините, вам придется приобретать себе дорогое устройство, потому что там подход к созданию камеры, к созданию фотоснимков, он был изначально другой. Делалось это, как говорится, с философией флагмана. Флагман он на то и флагман, что он фотографирует очень хорошо, даже если он выпускался там года два назад. Если взять тот же Galaxy S6, который выходил там в 2015 году, он все равно будет круче фотографировать, чем нынешний какой-нибудь Xiaomi, Huawei и прочая непонятная хрень, которая выходила в этом году и имеет якобы лучший там сенсор и все такое. Это не так, Galaxy будет фоткать все равно круче. Точно так же, как и iPhone 6, 6s, он будет фотографировать намного интереснее. Поэтому здесь нужно понимать, для чего вам нужна камера, и что именно вы хотите снимать на нее. То же самое и касается видео. Большая разница между бюджетником и флагманом, потому что некоторые используют какие-то странные обработки, эти алгоритмы обработки, где-то интерполяция бывает, где-то еще что-то. Здесь нужно детально рассматривать каждый смартфон. Если нужно, конечно, мы сравним какой-нибудь представитель флагманской линейки, вот этого вот всего круга, и какой-нибудь бюджетник без проблем. Вот, дальше поговорим про игровую производительность. Сейчас любой смартфон на Snapdragon 625 спокойно тянет абсолютно все игрушки, быть может, не на самых топовых максимальных настройках, да, но тянет. Играть вполне можно. Те, кто не, как это называется, не пускает слюни на графику, спокойно будут довольны и этим. Тот же Mi A1, играть на нем будет очень комфортно. И флагманы. Здесь, как бы, пропасть, она намного меньше, чем в фоточасти, потому что, ну, давно не было таких игр, которые способны нагрузить железо по максимуму. Есть там Grid Autosport, есть новый PUBG, есть Fortnite, но я смотрел ролики на том же YouTube, и, в принципе, люди играют спокойно на среднебюджетных смартфонах. Здесь вопрос такой, он очень... Здесь очень маленькая грань, очень маленькая разница. Даже тот же iPhone 5C, который выпускался там в 2013 году вместе с 5S, он спокойно тянет танки на максималках. Здесь еще зависит от оптимизации. Конечно, намного круче купить там старенький iPhone, потому что он был флагманом и выпускался как флагман, да, не считая там 5C ответвления, чем новый, но он бюджетник. Здесь большая разница в подходе и к созданию самого устройства. По ценам, в принципе, тоже сейчас такая ценовая политика у всех производителей, что раз Apple выпускает смартфоны за штуку баксов и выше, значит, мы тоже можем, а значит, получить хороший классный смартфон достаточно тяжело. Даже если вам нравится дизайн Galaxy S8 и S9, они, в принципе, очень похожи, за исключением там некоторых мелких деталей, то, извините, вам придется заплатить. К сожалению, оно вот так, но, как, в принципе, и все, я тоже буду советовать, если вы хотите купить себе Galaxy, покупайте S8, он упал в цене, разница от S9 не сильно большая, вы ничего особо-то и не потеряете. Фоткает круто, работает здорово, лагает, но, извините, S9 тоже лагает, сам проверял, нормально все. Samsung держит марку, окей. С айфонами тоже, в принципе, такая же ситуация. Хочешь, бери SE, хочешь, бери 7-ку, на что у тебя хватает денег. Главное понимать, зачем тебе нужен смартфон. Не как красивые губастые девушки, они покупают себе десятку, или им покупают, но они просто там фоткаться в Instagram, извините, это можно делать на любой другой смартфон. Вообще пофигу, учитывая, как они фотографируются, на это сгодится любой Xiaomi и Redmi серии. Как-то так. Подводя какой-то итог, можно сказать, что сейчас, как таковой, потребности приобретать именно флагманское устройство уже сейчас нету, потому что это было раньше, когда выпускались классные Galaxy, Nexus, Samsung, S2, S3, когда бюджетки были на уровне там Fly всяких, непонятных штук, каких-то Philips, которые держали долго батарейку, но с софтом там никто никогда не работал, ты купил телефон, у тебя одна прошивка на всю жизнь. Сейчас этого нет, сейчас каждый среднебюджетный смартфон от более-менее нормальной компании, не считая там третий эшелон китайцев, любую всякую хрень и до свидания. Все это работает отлично, ты можешь пользоваться спокойно. Тот же Mi 1, он вообще на голом андроиде и обновление ты получаешь непосредственно от самого гугла. Как-то так. И если вам все-таки нужен флагман, не стесняясь, берите прошлогодний. То есть, хотите пиксель, берите первый пиксель, за 25 тысяч легко найти вообще. В бэушном, новый где-то заказать, без проблем. Хотите Samsung, покупайте S7, ничем не хуже S8, окей. iPhone, пожалуйста, S7, 6S к вашим услугам. SE тоже. SE от 6S особо ничем не отличается. Тут просто SE или 7. Бери, не парься абсолютно. В общем-то, как-то так. Смысла переплачивать за дорогие телефоны сейчас вообще нету. Никакого. Потому что они, в принципе, могут то же самое практически. И двойные камеры, и железо, которое тянет игры, более-менее что-то такое. Обычному среднестатистическому человеку подойдет обычный средний смартфон. Не обязательно покупать флагманы. Флагман нужно покупать, понимая, зачем он тебе. Нужно понимать, за что ты отдаешь, почти там 70-80 тысяч за какой-то гаджет. Но это не касается тех людей, которые могут спокойно себе пойти и купить какой-то телефон. Они все равно купят себе самый топовый. Но если уже так подходить, то да, нужно, к сожалению, смотреть, выбирать и думать, рассматривать какие-то варианты. Но оно от того интереснее, когда ты запариваешься, когда ты выбираешь, и в итоге покупаешь, у тебя больше от этого удовольствия и, так сказать, счастья. Ну, а на сегодня все. Если вам понравился данный короткий ролик разговорный, ставьте лайки, пишите комментарии. Где-то, возможно, я был неправ. Делитесь своим мнением. Моя личка ВКонтакте для всех тоже открыта. Спрашивайте, задавайте вопросы. Группа ВКонтакте к вашим услугам. Что-то иногда там публикуем канал в Телеграме, чтобы быть в курсе каких-то событий из нашей жизни канала. В общем-то, как-то и так. Обязательно подписывайтесь. И до новых видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова